Вот у нас запланировано 63,7 миллиона гривен, в том числе на капитальный ремонт 9 дорог, 19... Да нет, зачем нам идти цифры с нами без вас? А, так что мне вам ответить? Вы можете сказать, когда вы закатаете рукава и будете работать? Рукава закатана, работа идет, есть законодательное поле, пересмотр... Где она ведется? Можно мне ответить? Давай. Извините. Есть законодательное поле, которое говорит о том, что нужно на сегодняшний день пересматривать сметы, проектов, которые идут в увеличение заработной платы. Сейчас проводится работа по пересмотру некоторых объектов в городе Николаево на капитальный поточный ремонт. Дальше должны проводиться в Тради. То есть это все в процессе работы. На сегодняшний день мы ожидаем результатов по торгам и приступаем к работе с выконацией, которые будут выиграны по... Я вот Наталью Виталиевну, благодаря этому молодому человеку в погонах, без погонов, да, вот эмулятор ВИКИ. Мы уже слушаем, уже не знаю, наверное, в третий или четвертый раз, с какими вот взверданиями, вот одно, вот второе. Рассматривать вопрос. У вас не было на этих предыдущих комиссиях, где мы разбирали эти вопросы. Мы говорим, что сейчас Шкалова. Наступит тепло, как только тепло наступит, мы сразу вам сделали. А вы сейчас такая же пересчитываете зарплату, пересчитываете сменную документацию, а там скоро люди убиваются. Сейчас мы едем вот этим мотоциклисты, мотоциклисты, а там все в этих ямах, и сразу начнутся, извините меня, ДТП, и сейчас я стою. А вы зарплату считаете? А может, мне уже пора что-то делать? Финансирование в улице Шкалова будет для такого финансового финансового, который будет от 3 распределения. Там есть проект капитального ремонта. В этом модуле, я понимаю, он будет работать. Пробой. Шкалова. У нас был вопрос по улице Пограничная. То же самое пограничное. Второе пограничное, здесь стык идет двух вопросов. ТЭЦ и коммуникации, которые находятся под пограничной. Мы сделаем капитальный ремонт этой дороги, и через ровно неделю перед вводом тепла в дома будут перерыты все эти улицы. Я просто озвучиваю проблему, которая пытается... Натальское отрешение временное. Решение, первое, взамен от всех коммуникаций, которые находятся под хоритом. Да, это смешно, конечно. Это не смешно. Но другого решения на сегодняшний день нет. Это не решение, Владимир Георгиевич. Это просто отговорка в каком плане. Все, что вы говорите, абсолютно верно. Но надо быть реалистами и понимать, что в ближайшие 30 лет у города появятся какие-то ресурсы, чтобы переносить все эти мониторальные трубы. Или не найдется инвестор, что тоже маловероятно. Поэтому надо искать решение для того, чтобы хотя бы заработать то, что есть. По этим дорогам по пограничной от... Уберите улицы, ездить не варь, не варь. Сидей Миталович, что сделаем. Только что сказал, что да, это будет работать. Но вы же говорите про... Суточную точку зрения высказывают. Какая проблема? Я не говорю, что там делать не будет. Можно я таком? Вот, Андрей, действительно, есть какие-то обнимансы доказательным поле о проведении поточного среднего ремонта, да, действительно, есть номера и все остальное, как с вашей стороны законы, так и с вашей стороны законы. Но почему нельзя сделать это... Ямочный ремонт сейчас идет, сейчас ЭЛО работает рецептером. Но почему нельзя это сейчас говорить и сделать рецептером? Ну что мешает сделать в ЖКХ этот вопрос, который мы уже поднимаем в 2012 год? Ну, слушай, да, ну, мы здесь сделали рецептер, вы видели, какие над ямой вызывались? Ну, а это буквально по поточному ремонту. Поточный ремонт, они выгодят камеры, сделают лето поточный ремонт. Но до этого времени надо как-то ездить. Ну, давайте, давайте не будем несправедливыми. По улице Чегрина, рецептером прошли большие ямы. Малые ямы подсыпали отходовые крошки. Разве не дело на дело? Сделано. Они постоянно подсыпают, да. А рецептером большие ямы не задела. Там просто засыпано мусором. Вот такая рецептерная, но максимальная мощность 30 квадратных метров в день. Мы понимаем, что это недостаточно. Вообще, ну, проблема обслуживания дорог, там есть одна системная проблема, которая, ну, если будет более городского совета, может быть, мы это решим. Скорее всего, что именно утрывание, да, дорога, это не совсем конкурентный вид работ, который необходимо делать. Поэтому мы, ну, мое предложение, мы посмотрим, как рассмотрим, создать коммунальную установку, которая будет содержаться за счет городского бюджета. Там будет штаб, те же машины, те же работники, которые уже вот такие бирки могут на месте делать, которые стоят, которые стоят, которые стоят, которые стоят за счет городского бюджета. Это предприятие, это коммунальное предприятие. Да, это, например, у учреждений, где мы можем круглый, чтобы соберать штаб водителей, которые будут из них убирать товар. Что нельзя разделить дорогу, разделить его на два подразделения. А это можно, но для этого надо будет... Разделите его на два подразделения. Но это будут другие финансовые сферы. Так давайте сделаем продолжение, мы готовы рассматривать. Поэтому, когда будет ответственный человек за содержание дороги, это не будет тендерная процедура, это будет, мы круглый год будем содержать учреждения, которые будут заниматься. В том числе, битумом они могут заливать те трещины, которые появляются сразу на месте, не ожидая, когда придут какие-то финансовые изменения. Мы должны понимать, где бизнес, где у нас конкуренция может быть эффективнее. Там мы максимально привлекаем подрядчиков. А там, где кто может купить, допустим, 30-30 техники и ждать, пока зимой будет снег, особенно наши. Мы понимаем, что это мы никогда на рынке не будем делать. Поэтому, наше предложение, пока личное мое предложение, это не согласовано, но это было бы намного эффективнее. С точки зрения финансов и с точки зрения долгосрочности этих ремонтов. Что сегодня сказать представителю политики?